хорошему человеку но есть еще предание знаешь что такое предание когда ты говоришь моя жизнь принадлежит тебе вот предание это как раз эта тема высшей цели жизни о которой мы сейчас говорим смотрите то есть когда муж считает моя жизнь принадлежит тебе ты самая лучшая симона девушка моей мечты королева красоты вот ну то есть он считает ее высшей целью своей жизни как вы думаете симона может выдержать это или нет предание представьте он будет на вас смотреть вот так конечно хочется понятно но дальше что будет пренебрежение этим человеком манипулирование дальше капризы постоянные ты такой секой ты видишь какая я у тебя королева красоты а ты бедоносец и потом что будет дальше прощайся всех вокзалов поезда уходят дальние края прощай прощай мы расстаемся навсегда под белым небом января почему потому что у нас разный уровень я вещь у тебя такая развышенная и ты в меня не затягиваешь знаете что с ним дальше произойдет он потеряет себя потому что смотрите произошел разрыв с высшей целью жизни тот кто-то то счастье который человек питался краник закрыт кто с человеком происходит как рыба которая без воздуха он не может жить он не может спать не может думать постоянно даже кушать не может иногда то есть он все его парализовала все функции человек не может жить страшная ситуация совершенно когда человек выбирает эту цель жизни вышли страшную ситуацию допустим какой еще высшей цель часто выбирать мужчины это даром ну допустим работа вот очень успешная работа допустим он поверил в работу там классное развитие такие столько денег идет и продвижение по службе такой уже полетел уже над обществом и да и какая такие люди говорят над пиплом полетел над пиплом полетел уже все уже такой крутой стал совсем я таких вижу когда в самолет захожу бизнес-классе проходи проходи не задерживайся такие полетели уже все над пиплом вот они думают ну олег геннадьевич ты чё нас осуждаешь потому что завидуешь вот бывает такое а вот был кризис когда многие из них то перестрелялись потому что когда ты уже над пиплом там уже за горизонтом такой крутой уже стал ты же не можешь управлять ситуацией карма управляет ситуацией и допустим опа твоя компания разорилась и ты уже не над пиплом не под пиплом как бы просто пониже положение такие люди сразу бедными становятся ну как бы нет уже влияния власти того нет что раньше было жить страшно становится человек падает жуткий стресс он просто теряет себя он ходит он не знает что не сделать он чумелым становится совершенно причина почему потому что с небес приходится падать падать приходится особенно если в тюрягу за газа залетает такой человек потому что ему кажется что он все может купить там какой-нибудь прокурор оказывается ненормальный и раз вот засадил небо в клеточку или политически не понравился кому-то бывает всякая судьба может по-разному нас подцепить как угодно мы же здесь не не эти не боги ну хоть ты кажется тебе что у тебя там денег немерено ты все равно не бог ты можешь заболеть я знаю одного врача который изобрел мощные методы лечения он поехал в китай делиться своими достижениями там подхватил вирус всем народом лечили нет я серьезно говорю хороший человек все знакомые лечили всем все кто мог я лечил все через четыре месяца погиб от вирус простого никто не смог помочь не поняли что произошло просто погиб был уважаемый человек а высокое положение обществе мощные методики там учебной степени и так далее почему потому что мы не боги здесь судьба может сломаться в любой момент какой бы ты ни был там я знаю одного человека лично не знаком но все его знают занимал очень высокое положение в один прекрасный момент его чуть-чуть с положение ему пришлось с чемоданчиками ехать в европу и он сейчас испытывает жуткий стресс потому что человек много лет жил одним а теперь приходится жить другим понимаете постоянно суды пересуды это касается всех кто выбрал неправильную цель жизни понимать человеческая жизнь не предназначена для того чтобы взлететь над пиплом человеческая жизнь предназначена для того чтобы осознать что есть высшие силы что я маленькая душа которая подчиненное положение не могущественное положение здесь имеют а подчиненные надо свое положение почувствовать понять в этом мире на мы сами себя не рождаем сами себя не умираем мы здесь конечно хотим быть крутыми это факт. Но крутизна-то когда заканчивается? Когда или тебя ломает судьба, а еще хуже, если ты вдруг неожиданно тело оставил. Представляете, такое же тоже бывает. Человек жил, жил и помер. Мой наставник один раз давал интервью, ему в Америке его спросили, а почему это вот в Индию, вот Индия это, почему священное писание оттуда, в Индии очень низкий уровень жизни, в Америке гораздо выше уровень жизни. Говорит, очень высокая смертность, ему сказали, в Индии очень высокая смертность. Он такой посмотрел на него, на этого корреспондента и говорит ему, дорогой мой друг, у нас у всех смертность стопроцентная. Что в Индии, что в России, что в Америке. На ноги его немножко отрезвило. Смерть на стопроцентное, все помрем. Сто процентов. Из этого тела всем приходится выходить. Мало кто об этом понимает, правда. И вот когда человек был на понтах, всю жизнь жил и раз, опа, из тела пришлось выходить. Вот интересно за ним понаблюдать там, когда он из него вышел. Понты-то все потерял. там такой же горенький, как родился, так и помирает человек горенький. Вы что думаете, он там на понтах будет? Нет. Там с ним будут разбираться в соответствии с его поступками. Вот это уже тяжело. Вот когда человек оставляет тело, был на понтах, и потом, опа, тю-тю. Он же не умер. В тонком теле остался. Он все видит, слышит, но понтов нет уже. Он смотрит, как его богатство раздербанивают все его друзья. Тяжело становится жить. Стресс можно получить и после оставления тела. Что вы думаете, что обязательно только в теле стресс получают? Чаще всего. Я наблюдал, как верующие люди тело оставляют. Они осознанно, они знают, что дальше будет. У них есть четкое представление о том, какая будет дальше жизнь. И они не теряются там, в тонком теле. Они нормально, осознанно. Я видел несколько раз оставление тела людьми, которые вообще далеки от этого. Знаете, какой шок? Человек остается без тела. И он даже не знает. Он в полном шоке вообще. Он как бы понимает, что он жил зря. Потому что он жил, жил всю эту жизнь для того, чтобы там вот что-то сделать. А потом дальше-то другая жизнь уже начинается. И здесь уже вот это вот то, что было. Связи не работают. Там связи не работают уже в той жизни. Понимаете, связи-то все здесь остались. Позвонить никому не можешь. Петрович, мне тут помоги, меня тут варят в масле. Можешь заплатить немножко капусты своей? Ну, варят в масле мужики. Ничего не получится. Я вам говорю как свидетель, потому что я вижу тонкое тело, я вижу, как люди выходят из тонкого тела, в каком состоянии они находятся. Я собираю информацию об этом, обо всем. Я не хочу вам все рассказывать. Чуть-чуть будет, только рассказывать. И так, положение в обществе, деньги не являются высшей целью жизни. Если человек по природе своей бизнесмен, руководитель, ну, ради бога, что, классно. Нужны руководители. Нет без жизни руководителей, без руководителей нет жизни на этой земле. Нужны руководители, нужны бизнесмены. Ради бога. Ставьте высшей целью то, что вам даст понимание, как вам это все используют, свои способности. Чтоб вы знали, как заботиться о людях. Надо их и наказывать, и зарплату давать, столько, сколько положено. И прибыль тоже нужна. Вопрос для чего? И так далее. Понимаете? Может быть, нужна для того, чтобы поддерживать фирму, а может быть, что-то духовное поддерживать, если еще больше денег был дал. Так или иначе, идея в чем заключается? В том, что если человек поставил высшей целью свой бизнес, он попадет в жуткий стресс. Это неизбежно. Причина заключается в том, что у человека есть определенная сила внутренняя. Это сила веры. Или вот этой вот высшей веры. Она обладает огромной потенцией. Вот смотрите, если вы в бизнес эту силу вкладываете, то вы от него ждать будете то же самое. И будете с ним строить такие отношения полного доверия и предания. Вот смотрите, допустим, провожу вам ситуацию. У вас, допустим, бизнес шел вверх, потом начал идти вниз. Когда человек полную веру в бизнес имеет в свой, то он абсолютно уверен, что он сейчас сделает займ, вложит и все опять пойдет вверх. Но он не знает, что бизнес, его движение зависит не от займов, а от кармы. Если карма пошла вниз, ты хоть убейся. Люди просто с тобой не будут заключать сделки и все. И ты ничего с этим не можешь сделать. И ты вложил деньги, и они испарились, потому что все идет на ноль. Результат какой? Банкротство. А может быть и тюрьма. Почему? Потому что ты поверил не в то, во что нужно верить. То есть ты отдал туда всю свою энергию, ты на это надеешься, рассчитываешь, вкладываешь туда все свои возможности, туда вкладываешь займы. Результат. Все разлетелось. Теперь человек, который верит в высшие силы, в Бога, у него пошло вниз. Он понимает, что так надо. Что он делает? Экономит силы. Сокращает, если те, кто хочет уходить, уходят. Зарплаты меньше, живет спокойно. Пытается понять, что дальше делать. Новый виток, как сделать. Развивает его. Пытается понять, когда будет лучше. Почувствовать это. Мориться. Духовной практикой заниматься. Смотрите, у человека в жизни есть два этапа. Один главный этап, а другой отдых. В жизни есть два этапа. Есть главный этап, есть отдых. Вот смотрите, сейчас вы немножко удивитесь. Главный этап в жизни, это когда человеку трудно. Потому что в это время он формирует свои отношения с высшими силами. Я вам приведу такой пример. У меня был такой тяжелый период в детстве. Родители ругались, отец пил, бил мать постоянно. Каждый день одно и то же. Я жил в каком-то жутком, таком кошмарном сне. В какой-то момент мне было где-то 12 лет. я из этого ужаса как бы я уже начал закаливаться там и заниматься разными практиками в детстве, чтобы как-то помочь себе выжить. Я чувствовал, что все, как бы я уже. Мне не хотелось тем же путем идти, что отец. Взять и просто квасить. Я хотел победить свою судьбу и я пытался это сделать. Но в какой-то момент произошел такой случай в моей жизни, что я дошел до ручки. То есть у меня появилась настолько тяжелая судьба была, что я как бы встал в своем сознании и пошел. Я пошел в поле. Далеко была зима. Там стройка была в Толяте живых на окраине. Я шел в такое длинное поле и лес там дальше. Я шел, шел в это поле. Потом я встал, поднял вот так руки кверху, хотя я не знал высшие силы есть или нет. Я просто поднял руки кверху и крикнул со всей силы из сердца. Я буду страдать сколько нужно, но только до 28 лет. А в 28 лет я обрету знание, как жить правильно и буду жить правильно. Я вот такую как бы произнес такой голосом таким очень сильным. Я не знаю, зачем это сделать. И пошел домой дальше. В моем сердце было ликование радости. Потому что я установил отношения, свои детские отношения с высшей истиной. Понимаете, я веру свою направил туда, куда нужно. Я не знал, почему так произошло. 28 лет я познакомился с лидическим писанием. И дальше моя жизнь коренным образом поменялась. Коренным образом поменялась. Идея в чем заключается? В том, что когда-то человек должен сделать такой шаг. он должен поверить в то, в чем нужно верить. Понимаете, потому что мы верим во что угодно, кроме того, что нужно. Причем это не обязательно вот идти прямо сейчас издаваться в монастырь. Я говорю сейчас об отношениях в сердце. Понимаете, что такое отношение в сердце? Это означает, вот есть у тебя какое-то понимание, что есть правда, допустим. Ты не знаешь, что есть Бог. Ну хорошо, не надо об этом знать. Это же